на запись. Если вы нажали, то едем дальше. Ваше здоровье. А, записываем. Отлично. Все, девчонки меня записывают. Еще раз доброе утро всем, кто присоединяется. В целом и те, кто будут смотреть в записи, тоже замечательно, потому что практика, которую хочу вам дать, прежде всего, практика пранаямы, практика управления своим дыханием, управления праной через свое дыхание. Прана – это жизненная сила, которая гораздо тоньше, гораздо важнее, чем даже кислород. А яма – это значит управление, направление праны. И пранаямы можно, конечно, удивительные вещи делать в себе, в своем теле, в своем организме. И вы в этом убедитесь. Так, сейчас чуть-чуть покину. Я призываю вас сесть всех комфортно, найти такое свое положение, устойчивое. Главное, чтобы спина была ровная. Давайте перед тем, как приступить, я свою мантру Аминь. 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 Абрам Ачута Шенкара Прабидиви, Диви Саддавандита, Савампату Сарасвати Бхагавади, Буддхи Прадам Шаради, Буддхи Прадам Шаради. Давайте я немного сначала расскажу, как к практике приступим, что это за практика, что она делает с нами, с своим телом, с нашим телом, с нашим сознанием, как она может быть нам полезна. И очень интересно, я сейчас вспомнила, что когда только началась пандемия, помните, период коронавируса, изоляции, и, по-моему, самый первый мой эфир, который мне так хотелось чем-то помочь людям, и мне так хотелось как-то облегчить вот эту боль, страх, эти переживания, которых было так много, что, я думаю, может, хотя бы техники, я даже не думала в тот момент, что практики и эфиры с медитациями будут для людей так важны, что люди настолько готовы. И я думаю, ну, хотя бы про Наяма, потому что держать в тонусе, в форме свою дыхательную систему, это настолько важно и настолько полезно вот на то время, да, когда только начиналась история с пандемией, да, коронавирус, поражение лёгких. И я думаю, может, хотя бы это людей заубедит и хотя бы с этого начать, потому что, если кто-то из вас занимается йогой, вы прекрасно понимаете последовательность, да, сначала мы идём в йогу и прорабатываем тело, у нас разные виды йоги, хатха, аштанга, фидерского, джавамукти, сейчас их множество, и ещё каких-то авторских, то есть это прежде всего работа с телом или работа через тело, прорабатывая тело, прорабатывая блоки в теле, прорабатывая его, да, йога, она всё-таки, она настолько мудра, она настолько в своей древней красоте и мудрости, она раскрывает, да, вот из центра, из периферии, большую часть практик, большую часть асан, они на то, как мы раскрываем наши фасциальные пласты, наши мышцы, вообще всю нашу систему туда-наружи, когда мы делаем такие прогибы, да, в приветствии солнца, и это всё вот про то, как воздействовать и работать, ой, а-а-а, сани надо, с лимфосистемой, с фасциальной системой, с мышечной системой, и в целом вся физическая система, энергетическая в том числе, прорабатывается в йоге. Затем, если вы помните, потихоньку подключают после занятий йоги пранаямы, вот по крайней мере те классы, куда я ходила, они подключали пранаяму именно после того, как уже были сделаны все классы, все асаны, и все условно там час или полтора занятий йоги завершены, в самом конце делали с пранаямой. И это разумная последовательность, потому что пранаяма – это уже очень тонкая история, да, то есть если мы здесь с грубым телом работаем, с ощущением, да, сначала более грубыми, понятными ощущениями, сначала больно, вот те, кто к йоге проходили, сначала тупо больно, неприятно, неудобно, непонятно. Затем, конечно, ощущениями начинаешь привыкать, тело начинает понимать, что же от него требуют, ожидают, оно понимает, что ему не желают ничего там плохого, и оно начинает раскрываться, оно доверяет, оно идет в это, да. Затем, когда мы самые грубые физические прошли ощущения, у нас происходят уже очень тонкие ощущения. Я помню такие классы йоги, я очень любила заниматься в групповых классах, потому что групповая энергия, опять же, да, к слову, почему сообщество Сати Клаб, групповая энергия, это мощь, это, ну, я не устану говорить, это сила, это круто. И вот в групповой энергии я чувствовала, что я сильнее, я более устремленная, более сфокусированная в занятии. И вот я помню, когда уже после двух или трех лет занятий йогой были такие классы, когда стоя или сидя, например, в пашмотанасане, это когда вот такой наклон к выпрямленным ногам, и протягиваются, вытягиваются и прорабатывается задняя поверхность ног. Я помню, сидя в пашмотанасане, какая-то, видимо, стала прорабатываться какая-то залежавшаяся там эмоция или какой-то блок, и у меня появились слезы. Откуда, что, я не понимаю, они просто льются. И происходит какое-то удивительное высвобождение, какое-то потрясающее высвобождение. И таких занятий, еще когда прорабатывались тазобедренные, тоже слезы были. То есть это уже йога приводила, да, после ощущения, более грубых в физическом теле, очень тонким, психоэмоциональным, которые, конечно же, зафиксированы в теле. Вот кто вчера смотрел наш эфир с Оксаной Цыжковой, она говорила, что какие бы мы ни были духовными, устремленными, если мы не прорабатываем это через тело, если мы из тела эти якори не достаем, то очень тяжело по-настоящему освободиться от прочих разных зажимов, блоков, травм, которые годами, а может быть даже десятилетиями у человека хранятся в теле. Тело все помнит, тело ничего не забывает, если к нему не обращаться и из него бережно не достать и не вытащить, не отпустить, это комплексный подход, да, и тело, вернее, и тело, и разум, и дух. Это как раз тема нашего первого триместра в клубе, то есть это комплексно должно быть. Вообще этот принцип комплексного подхода у нас будет весь год, который мы уже успели расписать в клубе, весь год это будет соблюдаться, не то, что мы только первые триместра, а потом вот вовсе забыли. Нет, конечно нет, просто мы начинаем с основы, что вот эти три кита, вот эти три вещи должны нами удерживаться в нашем внимании, эти три сферы должны одинаково равнозначно развиваться, да, и я почему начала с йоги, с того, как обычно и разумно, и грамотно это выстраивается. Тело, потом вот эти тончайшие психоэмоциональные ощущения, блоки эмоциональные и так далее освобождаются, затем мы идём к пранаямам. Пранаяма – это уже ещё тоньше, чем психоэмоциональные переживания или сфера. То есть это мы работаем уже с тонкими энергиями, когда мы подходим к пранаяме. Само слово пранаяма говорит о том, что мы – это осознанное управление праной, которую мы берём извне, мы её вдыхаем, мы её где-то там направляем, что-то с ней делаем, определённым образом, да, в определённую ноздрю, на определённые чакры медитирую. Я сейчас вот перечисляю вариации, какие могут быть. Я управляю этой праной внутри себя, я её направляю, затем я её отпускаю, да, изнутри наружу. То есть это пранаяма, осознанное управление праной, тончайшие энергии. И по мере занятий пранаяма я научаюсь слышать, чувствовать, вернее, очень тонкие энергетические изменения во мне. И это больше, это в ней тоньше, это ещё выше, ещё тоньше субстанции, чем психоэмоциональные, чем даже наши чувствования и настроения. Понимаете, да, от грубого к тонкому мы идём. У нас в клубе будут все сферы соблюдаться, у нас будут занятия на регулярной основе по грубому физическому телу, да, так назовём. Но и то, я выбрала таких специалистов, которые это делают очень тонко, очень осознанно и понимая, и удерживая вот эту важность холистического целостного подхода. Мы не просто, да, качаем пресс в отрыве от всего тела, мы не просто качаем там попу, чтобы у нас там ягодички орешком, а при этом мы не учитываем каких-то других нюансов. То есть это вот холистические подходы, те специалисты, которым я доверяю, которые подходят к делу вот с таким вот очень разумным, очень мудрым, очень общим холистическим подходом. Дальше у нас будут, конечно же, и пранаямы, и какие-то медитативные техники, которые нас уже будут к более тонким ощущениям подводить, и мы будем качать уже такую мышцу. С телом понятно, как качать ту или иную мышцу, хотя и то не всегда, и здесь есть тоже множество вопросов, множество проблем, начиная от травм в тех же спортзалах или на той же йоге, когда мы не знаем своего тела, когда инструктор не досмотрел за нами, а мы вот себя так хорошенько потравнировали. Я, кстати, одна из тех, кто на йоге, а именно на штанго-йоге, я вот туда, знаете, как бы с неправильным настроением впрыгнула с лозунгом «быстрее, выше, сильнее», тогда, как на йога-коврике ты никогда ни с кем не соревнуешься, а только работаешь с собой, помня, какая ты вчерашняя и какая ты сегодняшняя. Если ты сегодня на миллиметр больше прошла, здорово, а может не прошла, может тело твое не хочет, если сегодня ты на секунду дольше удержала эту четирангу или ту или иную позицию, здорово, да, это уже маленькая победа, но не в отношении «быстрее, выше, сильнее», да, не в отношении соревнований даже с собой. Попался листик в соке. И вот, возвращаясь к пранаяме, которую я сегодня хочу вам дать, она называется «Нади Судхи Пранаяма» или в некоторых школах, местах ее называют «Нади Шудхана Пранаяма». Возможно, кто-то из вас с этой пранаемой знаком, но я просто хочу ее дать несколько по-другому, конечно, не так продвинуто, как это делается в комплексе «Атмакрия-йога». Если кто из студентов «Атмакрия» присутствует, те знают, о чем я говорю. Я ее дам проще, я дам ее без мантры, потому что я не знаю ваших возможностей, это раз. Два, я хочу рассказать и дать некоторые из данных, которые, с одной стороны, они из комплекса «Атмакрия-йога», да, эти знания, эти техники, они закрытые, но в то же время знания о том, что такое «Нади», они общие, они для всех, они не тайны, не закрыты, я их вам сейчас озвучу. Что происходит, когда мы делаем именно данную пранаяму, которая называется «Нади Судхи» или «Нади Шудана Пранаяма». Что такое «Нади»? «Нади» — это такие тончайшие энергетические каналы в теле человека или даже за пределами тела человека. Это даже не меридианы, они гораздо тоньше. А таких каналов, да, вот этих микро и тончайших каналов может быть от 72 тысяч до 350 тысяч каналов «Нади». И это зависит от того, насколько человек продвинут, прокачен, назовем это так, да. То есть если он все время занимается йога-энергетическими, йогическими практиками, то у него есть шанс, что этих каналов больше, чем у того, кто вовсе ничем не занимается. И это похоже на то, как вырабатываются нейронные связи, когда человек все время в процессе обучения или изучения новых каких-то предметов, новых навыков. То же самое, когда мы занимаемся энергетическими, йогическими практиками, наши «Нади» начинают увеличиваться, их в числе становится больше. И те, которые уже были, они становятся крепче, да, крепче, сильнее. И данная пранаяма гармонизирует эти «Нади». Давайте я еще немножко расскажу о том, что из вот этих множеств тысяч «Нади», да, десятков, а то и сотен тысяч «Нади». Есть четырнадцать главных, из четырнадцати главных есть четыре самых главных. Это «Ида», это женская «Нади», женская, соответствующая лунной энергии, соответствующая женской энергии. Это «Пингала», соответствующая солнечной и мужской энергии. Это «Сушумна», «Сушумна» — это такой центральный канал, который символизирует равновесие «Иды» и «Пингалы». Центральный канал, он еще соответствует нашему позвоночному столбу. И в «Сушумне», кстати говоря, расположены все наши чакры. И они вот как бы внутри «Сушумны». И наши чакры, кстати говоря, это не что иное, как места скопления или места соединения этих «Нади». То есть если вы не понимаете, что такое чакры, и вам кажется это какой-то мистической фигней, это не так. «Нади», вернее, чакры — это места скопления, места пересечения вот этих тончайших каналов «Нади». Это, знаете, как нервные сплетения, нервные вот эти клубки, из которых отходятся тончайшие ответвления, отходят. Эти «Нади», конечно же, поддерживают все наши органы, особенно инсюндокринную систему. И, кстати, если посмотреть на чакровую систему, то чакровая система абсолютно идентична и поддерживает, имеет прямое отношение со всей нашей эндокринной системой. А без эндокринной системы или без знаний эндокринной системы вообще сложно понимать, как человек устроен, как он живет, как он функционирует, да, и все его тело. Так вот, вот эти каналы «Нади», я говорила, что из всех этих множеств, четыре самых главных. Это «Ида», лунная женская, «Пингала», солнечная, мужская, «Сушумна», центральная. И еще внутри «Сушумны» есть центральный, самый центральный канал, он называется «Брахман-Нади». Он вообще самый-самый-самый важный. Говорится, что в нем именно хранится память о всей нашей карме. Вся запись кармы, как вот на флешке, как на жестком диске памяти, хранится именно в «Брахман-Нади», который внутри «Сушумны». И когда мы выполняем технику пранаямы, именно Нади Сухи пранаямы или Нади Шодана пранаяма, то мы, конечно же, очень мощно работаем с этими каналами Нади. Они у нас очищаются, они у нас гармонизируются и выравниваются, и их становится больше. И я должна вам сказать, что есть факторы, которые уничтожают или способствуют уничтожению или отмиранию каналов Нади. Это наше питание, это определенная пища, а именно животная пища. И мне очень жаль, но правда остается правдой. Это мясо, курица, рыба и даже яйца. То есть вот такие продукты, вся животная продукция, вся трупная продукция, назовем вещи своими именами, они способствуют отмиранию Нади или забиванию каналов Нади. То есть они забиваются, как вот забиваются сосуды холестериновыми бляшками, которые, кстати, тоже от жирной мясной пищи. Видите, сколько вреда от мяса, а люди упорно продолжают за него держаться. Также Нади каналы забиваются или отмирают, когда от употребления алкоголя. Алкоголь очень и крайне, и просто крайне-крайне плохо действует на каналы Нади. Восстановить после алкоголя некоторые из каналов, а вообще и некоторые клетки головного мозга невозможно. То есть алкоголь абсолютно доказано научно, что уничтожает некоторые клетки головного мозга, еще и каналы Нади. Табак, к сожалению, тоже, или к счастью, тоже забивает и плохо очень действует на Нади каналы. Еще два фактора. Мне кажется, стресс как будто у меня зависает. Еще есть пару факторов, которые плохо действуют на каналы Нади. Это кофе. Кофе забивает. И темный шоколад. Это безумно грустно. Я сама люблю темный шоколад. Иногда, вот нечасто, кстати, в последнее время уже не могу его есть. И, видимо, я чувствую, что уже и кофе, очень редко я сейчас его пью, но как же так, он же такой ароматный. Кофе так любят все люди, или многие, многие из людей. Но эта информация, вы ее получили, что хотите с ней делайте. Все это я рассказала для того, чтобы вы понимали, что такая, казалось бы, для кого-то она, кажется, простой техникой, для кого-то, может быть, чуть посложнее. Но эта техника вот таким образом, вот так глубоко, с такими структурами и системами нашими работает. Сейчас мы к ней перейдем. Я, позвольте, принесу зарядку, потому что почему-то ночью у меня телефон не зарядился. Дайте мне буквально минуту, иначе мы прервемся на самом интересном месте. Спасибо. 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 Пишет мне подруга, что у тебя везде, говорит, в каналах написано, присоединяйтесь к дыхательной практике про но-я-ма. Типа, вы типа чего, не знаете, что пишется про на-я-ма? Это была опечатка, друзья. Конечно же, про на-я-ма-со, про на-ра-на. Бывает, опечатка случается со всеми, но все же будем внимательнее, чтобы не смущать людей с прожденной... Боже, где как мне теперь в этот штатив? Так, сейчас операция за... Эть, эть, эть. Отлично. Происходит зарядка. Эть. Так. Ну все, садитесь, пожалуйста, удобно, садитесь устойчиво. И самое-самое важное, чтобы у вас спина была ровной, потому что во время дыхательных техник, да и вообще во всех, во время всех техник, медитативных техник, наша спина должна быть прямой, чтобы позвоночный столб не был вот таким, вот таким. И мы таким образом не мешали энергии протекать в наших каналах Нади, в Иде, Пингере и особенно в Сушумне, потому что если мы вот это все делаем, то мы, конечно, мешаем здоровому, беспрепятственному потоку энергии. Ну что, садитесь, пожалуйста, закрывайте глаза, мы сейчас выстроим тело и приступим. Сделаем глубокий вдох и выдох на букву Х, такой длинный, протяжный выдох на Х, убирай, так, вымывая все напряжения, все, что остается. Снова глубокий вдох носом и полный выдох на Х. Отлично. Отлично. Теперь с закрытыми глазами давайте отследим. От положения своего тела, как мы седалищными костями отталкиваемся от места сидения, не знаю, будь то вы сидите на коврике, на подушке, на стуле, мы отталкиваемся седалищными костями, как будто они имеют такую возможность прям оттолкнуть вот это место сидения, таким образом позвоночник вытягивается длиннее, выше, и с вдохом мы проворачиваем грудную клетку и плечи, с выдохом плечи опускаются, с вдохом у нас макушка вытягивается выше, как будто за крючок нас подцепили. И с выдохом расслабляем живот, очень важно, очень важно, чтобы было время практики здоровья, расслаблен живот, прям отпустите его, пусть он прям будет свободным. При этом поясница удерживает свой естественный пробит, грудь и грудная клетка широко раскрыты. И перед тем, как приступим, я вам, конечно же, дам инструкцию, как делается вся эта техника, я бы хотела, чтобы вы немножко просто понаблюдали за своим дыханием и познакомились с тем, как мы дышим, вообще как мы дышим. Давайте мы положим правую руку на низ живота, прям на низ живота, а левую руку на центр груди. Выкрываем глаза и просто наблюдаем, сначала ничего не делаем, не вмешиваемся, наблюдаем, как дышит тело. Еще пару циклов дыхания, пару вдохов и выдохов. Будьте, пожалуйста, внимательнее и честны, как дышит тело, что у вас надувается или поднимается. Сначала живот, потом грудная клетка, либо же одна грудная клетка, то есть вы дышите только оторванной верхней частью, либо вы дышите только нижней частью. Просто отслеживайте, что сначала у меня наполняется, какая часть. Что потом? На вдохе и на выдохе. Какая часть у меня освобождается сначала и какая часть моего тела освобождается на выдохе впоследствии. То есть вот эту последовательность давайте отследим, как она есть. Сначала как есть мы увидим, а потом будем делать как нужно, как верно. И теперь то, как верно, как корректно дышать так называемым йоговским дыханием. У нас сначала надувается низ живота, потом средняя часть диафрагмы, даже спина наша дышит. И только в самом конце надувается грудная клетка, да, она наполняется. Поднимается наша грудная клетка, но мы не допускаем вот такого, да. Есть люди, которым после выдоха вот так дышать. Наши ключицы, плечи на месте и это железобетонно. И давайте еще раз пробуем. Выдыхаем через низ живота. Сначала надувается низ живота. Для этого нужен свободный живот. Затем средняя диафрагма. Затем уже наша грудная клетка. И выдыхаем по принципу сначала грудная клетка, затем средняя часть. И потом уже в конце подтягивается, да, поджимая диафрагму на выдохе низ живота. Отлично. То есть у нас как бы такие кузнечные меха, так называемые. На вдохе у нас получается вот такое. На выдохе. Понимаете, да, такой принцип поршня. Давайте еще раз. На вдохе низ живота. На выдохе сначала грудь сдувается, средняя часть и низ живота. На вдохе надувается низ живота, средняя часть. Грудная клетка. На выдохе сдувается грудная клетка, средняя часть и низ живота. И делать это с закрытыми глазами, чтобы не было вы очень внимательно, бережно отсматривали свои ощущения внутри. Снова вдох. Вдох, живот. Средняя часть диафрагмы, грудная клетка. И выдох. Хотите на выдохе выдыхайте на ха, чтобы как-то это было более понятно, это возможно поможет вам. Вдыхаем носом и выдыхаем на ха, кто-то может выдыхать носом, это по желанию. Принцип остается тем же. И мы чуть-чуть усиливаем, да, мы как будто немножко утрируем сейчас на вдохе. Вдох такой глубокий. Низ живота прям надувается. Надувается нижняя часть спины, мы еще в поясницу дышим. Надувается средняя часть. Затем верхняя часть диафрагмы, сдувается верхняя часть диафрагмы, средняя часть и низ живота. И чуть-чуть давайте несколько дыханий поутрируем, да, делаем это сильнее, чтобы почувствовать. У кого есть понимание дыхания уджая, когда мы дышим через зажатые голосовые щели, давайте начнем дышать уджаей, да, звучит это вот так. Слышите, я вот здесь зажимаю. Если не получается, дышите просто носом, как получается. Дышите. Дышите. Если у вас с кого-то совсем не получается, да, вот этот алгоритм, что надо сначала в живот вдохнуть, потом в среднюю часть, потом в высокую часть, и вы переживаете по этому поводу, для самостоятельной проработки я рекомендую лечь. Да, давайте я попробую показать. Лечь на живот, на спину, на спину. И делать это упражнение лежа, да, вы лежа кладете так же руки на живот, на грудь, и лежа, можно ножки согнуть, чтобы было понятнее. И вы сначала, да, лежа надуваете специально прям живот, потом среднюю часть, потом только грудь. И сдуваете сначала грудь, потом средняя часть, потом живот, да. Хотите, попробуйте сейчас это сделать, может быть, это дастся вам проще. Сначала живот. Сначала живот, средняя часть и грудь, сдувается грудь, средняя диафрагма и нижняя диафрагма, то бежевую. Давайте еще пару раз так поделаем. Снимаем. 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 вот это движение воздуха, движение диафрагмы контролирует. Поскольку для нас это непривычно, мы поначалу утрируем, мы утрируем дыхание, утрируем вот это надувание живота. Поначалу это нормально, не смущайтесь этим, а потом уже всё будет происходить, поверьте, естественно, это будет уже, вы привыкнете. Я рекомендую вообще каждое утро так дышать. Это потрясающая работа. Вот вчерашний эфир с Оксаной Цишковой, мы говорили о паттерном дыхании, что это включает парасимпатию. У нас перегружена симпатика, вот это бей-беги, вот это всё, а парасимпатика, она у нас, к сожалению, не остаётся без внимания. Отлично. Я дала эту базу, основу, основ йоговского дыхания, чтобы вам было над чем подумать, чем заняться в своей самостоятельной домашней работе. Разрабатывайте это дыхание. И каждый раз, когда вы чувствуете какой-то стресс, какое-то волнение, какое-то переживание, усталость, ложитесь или садитесь, и 10 минут, минимум 10 минут вот так подышите. Просто так вот, даже ничего другого не делаем. Просто наблюдая, да, как медитацию, как у нас надувается живот, потом грудная клетка, сдувается грудная клетка, потом живот, да, вот как мы вот эти вот кузнечи миха делаем, 10 минут. Я вас уверяю, это потрясающая работа. Вот я сейчас спасаюсь вот этими техниками, потому что, что называется, когда всё хорошо, мы обычно не прибегаем к скорой помощи, а это прям скорая помощь. Теперь можете открыть глаза, если они у вас были закрыты, я покажу, как у нас делается техника надисудхи пранаяма. Мы в ней будем дышать попеременно через ноздри. И во время дыхания, если вдруг вы будете вспоминать об этом принципе, да, этого йоговского дыхания, дышите по такому же принципу. Если вы не вспоминаете или там вам тяжело и это удержать, в зоне внимания, просто соблюдайте алгоритм. Постепенно вы соедините эти два момента. Итак, в этой пранаяме мы используем большой палец и безымянный палец. Два пальца указательные и средние предлагаю вот так вот согнуть, чтобы они вам не мешали. Мы ни в коем случае не делаем вот так, мы не трогаем наш третий глаз, он и так без нас справится. Мы сгибаем эти два пальца и у нас рабочими остаются большой и безымянный. Ну, мизинчик так вот аристократически, как у нас торчит. Большой палец у нас всегда закрывает правую ноздрю, безымянный закрывает левую ноздрю. И начинать мы будем эту технику пранаямы вдохом в левую ноздрю и заканчивать цикл мы будем выдохом из левой ноздри. Давайте я покажу, как делается один цикл, один цикл вот этой пранаямы. Итак, я вдыхаю в левую ноздрю. А, вот еще важный момент, конечно. Мы будем дышать на счет. Мы будем выдыхать, дышать на счет четыре. Мы вдыхаем раз, два, три, четыре. Задерживаем дыхание на счет четыре. И выдыхаем на счет восемь. Для начала мы попробуем вовсе не задерживать, а просто сразу выдыхать, и мы задержку подключим постепенно. Потому что кому-то она покажется страшной, и все, все плохо, да? Мы постепенно это сделаем. Итак, показываю, как делается один цикл. Я закрываю правую ноздрю, начинаю вдох в левую ноздрю. Я вдыхаю на счет четыре. Од, два, три, четыре. Вдохнула, закрыла обе ноздри ненадолго, практически не задерживая дыхание. Открываю правую и отсюда выдыхаю восемь. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Сюда же, откуда я выдохнула, я вдыхаю четыре. Раз, два, три, четыре. Вдохнула. И не задерживая, открываю левую и выдыхаю отсюда восемь. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Итого, вдох четыре в левую, выдох восемь и справа. Вдох 4 вправо, выдох 8 из левой. И так мы делаем много циклов. То есть один цикл. Вдох влевую на 4, выдох из правой на 8, вдох вправо на 4, выдох из левой на 8. Обратите внимание, мы вдохнули, выдохнули из другой ноздрей, но вдох мы делаем отсюда же, откуда выдохнули. Это всегда будет так. Мы выдохнули и тут же сюда же вдыхаем, мы не меняем нос. Сейчас я вас буду сопровождать, вы не волнуйтесь, мы будем сейчас с вами делать долго. И так, садитесь ровной спиночкой, закрывайте правой, господи, большим пальцем правую ноздрю. Из левой сделаем до выдоха, освобождая легкие. И сюда вдохнем мощный вдох на счет 4. Считаю я, вы не считаете, просто про себя, окей? Итак, вдыхаем 4. Раз, два, три, четыре. Закрыли обе ноздри. Тут же открываем правую и выдох 8. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Сюда же вдох 4. Раз, два, три, четыре. Закрыли обе ноздри. И не задерживая пока, не задерживая, открываем левую, выдох 8. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Сюда же вдох 4. Раз, два, три, четыре. Закрыли обе ноздри. И не задерживая, открываем правую, выдох 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Сюда же вдох 4. 1, 2, 3, 4. Закрыли обе ноздри и не задерживая. Открываем левую, выдох 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Сюда же сразу вдох 4. 1, 2, 3, 4. Закрыли обе ноздри и не задерживая. Открываем левую, правую, вернее, и выдох 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Сюда же вдох 4. 1, 2, 3, 4. Закрыли обе ноздри. Задержка. Не большая задержка. Открываем левую ноздри, выдох 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Сюда вдох 4. 1, 2, 3, 4, 5. Закрываем обе ноздри и задерживаем ненадолго. 1, 2, 3, 4. Открываем правую и выдох 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Закрыли обе ноздри и задержка. 1, 2, 3, 4. Закрыли обе ноздри и задержка. 1, 2, 3, 4. Открываем левую и выдох 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Глаза закрыты у всех. Сюда же вдох в левую и 4. 1, 2, 3, 4. Закрыли обе ноздри и задержка. И внимание, в третьем глазе. На этой задержке глаза закрыты. Открываем правую ноздрю и выдох 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Сюда же вдох мощных 4. 1, 2, 3, 4. Закрыли обе ноздри пальчиками. Глаза закрыты. Внимание, в третьем глазе. Считаем. 1, 2, 3, 4. Открываем левую и выдох 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Сюда вдох 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Закрываем обе ноздри. Задержка. Дыхание. Внимание. В третьем глазе. Удерживаем от обнимания и задержку. 1, 2, 3, 4. Открываем правую ноздрю и выдох 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Сюда же в правую. Вдох 4. 1, 2, 3, 4. Закрыли обе ноздри. Задержка. Внимание. В третьем глазе. Считаем. 1, 2, 3, 4. Открываем левую ноздрю и выдох 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Сюда же вдох 4. В левую. 1, 2, 3, 4. Закрываем обе ноздри. Задержка. Внимание. В третьем глазе. Медитируем на третьем глазе. Считаем. 1, 2, 3, 4. Открываем правую ноздрю и выдох на 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Сюда же в правую. 4. 1, 2, 3, 4. Закрываем обе ноздри. Задержка. Дыхание. Внимание. В третьем глазе. Считаем. 1, 2, 3, 4. Открываем левую и выдох 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Сюда же в левую. Вдох 4. 1, 2, 3, 4. Закрываем обе ноздри. Задержка. Внимание. В третьем глазе. Считаем. 4. 1, 2, 3, 4. Открываем правую ноздрю и выдох 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Сюда же вдох 4. 1, 2, 3, 4. Закрываем обе ноздри. Задержка. Внимание. В третьем глазе. Наслаждайтесь этой задержкой. Наслаждайтесь моментом вот этого зависания. Открываем левую ноздрю. Выдох 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Сюда же в левую. Вдох 4. 1, 2, 3, 4. Закрываем обе ноздри. Задержка. Внимание. В третьем глазе. И мы наслаждаемся этой задержкой и этой медитацией на третий глаз. Открываем правую ноздрю и выдох на счет 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Сюда же в правую вдох 4. 1, 2, 3, 4. Закрываем обе ноздри. Задержка. Наслаждаемся задержкой. Считаем на счет 4. Может быть, кто-то даже до 8 захочет посчитать. Открываем левую и выдыхаем на счет 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Сюда же в левую вдыхаем 4. 1, 2, 3, 4. Закрываем обе ноздри. Задерживаем дыхание. Внимание. В третьем глазе. И мы наслаждаемся этой медитацией. Открываем правую ноздрю и выдох на 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Сюда же вдох 4. В правую. 1, 2, 3, 4. Закрываем обе ноздри. Задержка. Внимание. В третьем глазе. Наслаждаемся задержкой этой медитации. Открываем левую ноздри. Выдох. Длинный. 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Сюда же в левую. Мощный вдох на 4. 1, 2, 3, 4. А задержали дыхание. Обе ноздри закрыты. Внимание. В третьем глазе. Наблюдаем. Насозерцаем. Медитируем на третий глаз. Открываем правую ноздрю. Выдох на счет. 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Сюда же вдох мощный на 4. 1, 2, 3, 4. Закрываем обе ноздри. Водерживаем. Вдыхание в третьем глазе. Внимание. Удерживаем эту задержку. Кайфун с этой задержкой, с этой медитацией. Открываем левую ноздрю. И выдыхаем 8 длинных. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Самостоятельно дальше сделайте, пожалуйста, 5 циклов. Это значит, вам 5 раз надо выдохнуть из левой ноздри. Вы должны уже самостоятельно смочь это делать. Попробуйте. Я тоже подышу. Спасибо. 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 эту практику выдохом из левой ноздри, сколько бы циклов вы не успели сделать за это время, и не открывайте глаза, ни в коем случае оставаясь внутри этих ощущений, этих тонких переживаний, тончайших изменениях, которые, конечно же, произошли, если только вы их отследили или сейчас способны отследить. Это возможно, если вы не спешите выпрыгивать из практики. Я всегда учу и буду учить и просить всегда давать себе время после практики, после любой из методик или техник, оставаться с закрытыми глазами хотя бы 2-3 минуты, чтобы созерцать, что там внутри меня изменилось. Вы сделали достаточно много кругов, проноямы, чтобы почувствовать, что что-то изменилось. Если вы корректно делали, если вы проделали всё это время, что мы с вами сейчас практиковали, неважно, в живом режиме записи этого эфира, у вас должно быть ощущение, что внутри появилась необыкновенная ясность, как будто протёрли запотевшие стёкла сознания и ума, что внутри как будто стало чище и яснее, как будто линзы протёрли. И это не про глаза, не про видение наших физических глаз, а видение нашего внутреннего ока, того же третьего глаза. Мы не зря на него медитировали всю практику, каждый раз задерживая дыхание. И задержка дыхания – это не что иное, как репетиция момента смерти. Мы готовим себя к этому важнейшему моменту, как смерть. Люди, не имея знаний о том, какое таинство из себя представляет смерть, часто демонизируют, а это всего лишь момент перехода. И мы должны быть готовы, чтобы достойно и красиво завершить этот переход. И пранаямы, и особенно задержки дыхания нам в этом помогают. На задержке дыхания мы как будто останавливается вся жизнь, мы как будто останавливаем весь процесс мышления. И это действительно так. Мыслительный процесс значительно затормаживает свою скорость. И мы живём в безумном мире, безумного количества новостей, событий, информации, которые разгоняют наш мыслительный процесс, делают наш ум воспалённым, делают нас нездоровыми, дёрганными. И единственная возможность – это остановить это мы сами и наши практики, которыми мы себя приводим в порядок. Мы себя гармонизируем, мы себя исцеляем. Мы останавливаем эту запущенную воронку, и только так мы можем исцелить свой ум. А исцелённый ум не будет мешать телу самоисцеляться, потому что тело наше – это мудрейшее образование, мудрейшая система, которая, если ей не мешать этой системе, она сама восстанавливается и гармонизируется. И единственное, что мешает телу – это наш ум. Как говорится в поговорке, «Дурная голова ногам покоя не даёт». Ровно так же наше тело страдает только от гиперактивности ума, воспалённости ума, негативности ума. Я вас прошу ещё не открывать глаза. Просто слушайте меня, осознавайте. Ощущайте, будьте внутри себя. Учитесь быть внутри себя. Учитесь быть с собой внутри. Хватит бегать за внешними, за внешними впечатлениями, за внешними событиями, за внешним одобрением, за внешним счастьем. Всё это не настоящее. Настоящее всегда внутри тебя. Оставайтесь, пожалуйста, с закрытыми глазами. Я проведу небольшую медитацию с вами. Перед тем, как мы закончим сегодняшнюю встречу, оставайтесь с закрытыми глазами. Продолжайте дышать. Естественный ход вашего дыхания. Не вмешивайтесь. Осознавайте все эти изменения, которые у вас произошли. Слушайте звуки. Не открывайте глаз. Оставайтесь в медитативном состоянии. И просто слушайте, и просто следуйте звукам и моему голосу. Дышим. Осознаем внутреннее пространство. То самое пространство, в которое мы не заходим годами, десятилетиями. Если повезло месяцами либо днями, в этом внутреннем пространстве, это может быть в центре вашей груди, хотите представляете в этой области, хотите внутреннее пространство, представляете в области третьего глаза. Дышите. Не изучайте это пространство, просто наблюдайте за ним. Это ваше внутреннее царство, ваш внутренний храм. С каждым вдохом представляете, что в этот храм, как будто его открыли после многих лет, а может веков, как были заколочены двери, и туда начинает проникать свет. С каждым вдохом представляете, что света становится больше. И этот внутренний храм освещается, и каждый уголок, каждая паутинка, все, что там наплелось, пока вас не было, вся пыль, все смывается этим благостным, божественным светом. Дышите. С каждым вдохом это пространство становится шире, светлее, чище, благостнее. С каждым вдохом вам становится все радостнее пребывать в этом пространстве. Как же в нем сладко, как же в нем красиво, как же в нем радостно. с каждым выдохом, если что-то еще осталось, что не соответствует этой радости, этой любви и красоте, внутри данного божественного храмового пространства внутри вас. Пусть с каждым выдохом, словно волной, вымывает все несоответствующее. С каждым вдохом этот свет из этого пространство пространство. Пространство твоего внутреннего храма начинает распространяться по всему твоему телу, заполняя, заливая и исцеляя каждую клетку, каждую клетку твоего существа. плечи. Пусть с каждым плечи. Пусть с каждым Дышим и наблюдаем, как это пространство еще больше наполняется божественным, чистым светом любви. И теперь попробуй внутри этого света, внутри этой красоты найти себя, найти свое сердце. Не то физическое сердце, которое качает кровь, а то сердце, которое должно там царствовать. Это твое высшее Я, твое божественное Я, которому полагается быть на троне твое сердце, на авторе этого прекрасного храма внутри тебя. Осознавай, хорошо ли тебе же, твое высшее Я, не твоей личности, не ты, как Маша, Наташа. Маша, Вася, Лена, а ты как душа, ты как Высшая, я как Божественная. Хорошо ли теперь тебе находиться в этом пространстве, которое стало очищено светом? Хочется ли тебе сюда возвращаться? Теперь ты знаешь сюда дорогу, теперь ты знаешь, как открываются эти двери, теперь ты знаешь свет и силы, которые способны наполнить этот храм внутри тебя. Теперь у тебя есть упражнение и инструмент, как рана-яма, с помощью которой можно зайти в тончайшие свои переживания, и здесь узнать себя лучше, ближе, себя настоящего, настоящего. А природа каждого из нас, она одна. И там, находясь в том внутреннем, божественно, красивом, светлом пространстве внутри тебя, неважно, где ты представляешь области центра груди или третьего глаза, ты соединяешься как раз со своей истинной природой. и твоей истинной природой. И любовь, и только любовь. Каждый раз, когда ты забываешь об этом, ты можешь заходить в это пространство и напоминать себе соединяться с собой. Ты нигде не найдешь себя во внешнем мире. Книги, психологи, фильмы, ретриты. Ничего тебе не поможет найти себя, пока ты не войдешь в этот храм внутри себя. В этом царстве твоего духа и сердца только там ты можешь соединиться с собой. Завершая практику, положите правую руку на центр груди я его подвергну правой. Осознайте все, что произошло за время практики, все изменения, которые произошли за время практики. Осознайте, что это теперь является вашим достоянием. И что в любой момент, как вы захотите, вы сможете к этому вернуться. Сложите руки в вам. Жест «Намасте». Мысленно поблагодарите всех учителей и все божественные силы, которые передают нам знания и инструменты через века и тысячелетия, которые ведут и направляют нас. Поблагодарите все обстоятельства, которые привели к этой практике, к этой встрече, поблагодарите всех, кто присутствовал во время этой практики в нашем общем поле и обязательно поблагодарите себя. Сделаем глубокий вдох. И на выдохе бережно открываем глаза и возвращаемся. Я вас благодарю за практику, за наше совместное утро. Это было прекрасно. Я сама получила огромное наслаждение. И сто лет я не обращалась к этому маленькому чудесному инструменту под названием бодхи. Спонтанно пришла идея. У меня тут ряд инструментов. Я думаю, что я еще буду продолжать вас. У меня всякие колоколочки. Тут даже бумажка, чтобы она не понравилась. В общем, я буду вас баловать периодически такими практиками. Как часто, не знаю, не могу обещать. Но, в общем, я просто знаю и по себе, и по сотням, и тысячам людей уже, которые через катетнику, через разные практики прошли этот опыт. Я вижу, что музыка является лучшим проводником в тонкие энергии и вообще в кончайшей духовной практике. Потому что музыка обладает силой обходить критический ум, мышление, логику и проводить в самое сердце. И именно музыка способна на это. И, как говорит мой грудер, музыка – это язык Бога. Причем все на нем говорят, всем он понятен. Ну что, я желаю вам прекрасного дня. Эту практику вы можете делать самостоятельно. Можете делать с этой записью. Да, все просто. Попеременное дыхание через внутрь. Вдохнули 4, выдохнули 8. Все даже вдохнули 4, выдохнули 8. Поскольку техника простая, я рекомендую 10, 12, 15 циклов делать. И вы почувствуете, что это очень здорово повлияет на вашу вообще умственную, психоэмоциональную, нервную систему. И не только. Еще дело в том, что пранаяма является мостом от нашего тела и наше грубое устройство к нашему уму, ментальному устройству. И если вы хотите работать с умом, нужно работать через пранаяму. Пранаяма – это тот мост, через который мы отбираемся к концепции ума, или, скажем, к устройству ума, чтобы с ним поработать и его изменить. И данная пранаяма, я вам долго рассказывала, работает, чистит и выправляет каналы Нади. Следите за своим питанием, следите за тем, если вы вегетарианцы, не заупотребляйте кофе и темным шоколадом. Это забивает каналы Нади. Если вы не вегетарианцы, есть над чем задуматься, друзья. Есть над чем задуматься. Что я вас обнимаю и желаю прекрасного дня. До новых встреч с теми, кто в клубе. Мы вообще совсем скоро увидимся. Те, кто вот в тарифе 12 месяцев. И мы увидимся в это воскресенье. И, если я не ошибаюсь, у нас остается еще буквально 10 или 15 мест на тариф 12 месяцев. Так что вы можете еще успеть впрыгнуть. И остается 8 дней до запуска, до начала моего нового детище проекта. То, чем я сейчас живу, горю, дышу. Сети Клаб запустится буквально через 8 дней. И у вас эти 8 дней есть еще, чтобы присоединиться к нам. Следующая возможность будет только через 3 месяца. Это что-то типа в конце ноября. Поэтому присоединяйтесь. Такие практики я буду проводить внутри клуба. И мне само это очень нравится. Я просто делаю то, что мне нравится. То, чем я живу. Я просто этим делюсь. Все очень просто. Потому что обнимаю вас. Хорошего дня. Спасибо. 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 Продолжение следует...